Это третий урок из серии Крокоблок, премиум плагины для Elementor Pro на вашем сайте WordPress. В этом видео я хочу показать плагин JetBlock. Что это за плагин, зачем он нужен? Давайте сейчас рассмотрим. На странице разработчиков Крокоблок JetBlocks вы можете видеть сразу, что это такое. Это крутое, красивое отображение вашего контента, ваших записей на WordPress. Ниже вы можете посмотреть, какие вариации могут быть. То есть это может быть и видеофайлы с YouTube. Вы можете посмотреть разнообразие отображения контента. Абсолютно круто. Ничего лучше я даже еще не встречал. А вы, наверное, знаете, что сам Elementor Pro, шаблоны блога предоставляют достаточно скудный набор внешнего вида. Отображение контента, именно шаблон вот этих записей. То есть всего несколько вариантов. То есть вот этот JetBlock, он идет взамен стандартного отображения Elementor Pro, вот вывода ваших статей, записей. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Ссылочки на Крокоблок я оставлю в описании, как обычно, под этим видео, кому интересно. У меня на компьютере есть архив JetBlock, последней версии, как установить. В админке своего демо сайта я перехожу, плагин и добавить новый. Выбираю загрузить плагин. JetBlocks просто можно перенести вот в эту область. Нажать установить. WordPress мне говорит, что плагин успешно установлен. Я нажимаю его активировать. После установки данного плагина, он требует обновить базу данных. Давайте кликнем вот на эту кнопку «Старт обновить». Все, у нас все обновлено. Сразу можем видеть вот здесь вот JetPlugin. Здесь у меня есть JetBlock, вот он. То есть в прошлом видео, вот здесь вы видите JetSearch, кто не смотрел, плагин крутого Ajax поиска для Elementor Pro на WordPress. На момент записи версии, последняя версия плагина JetBlock 2.2.6. Здесь у нас он установлен. Сразу мы можем перейти в страницы, в конструктор Elementor. Главная страница, пускай будет в режиме редактирования, перейду. Давайте знакомиться с данным плагином. Если вы первый раз смотрите это видео, вы не создавали сайт на Elementor Pro, для вас, возможно, это будет просто как интересный плагин. Но для тех, кто уже создал себе сайт на Elementor Pro, прекрасно понимает, что настройки, выводы, записи через Elementor Pro достаточно скудный запас настроек там. Поэтому я и обозреваю этот плагин, потому что он очень красиво может отобразить ваши посты. Вот смотрите, JetElements. Вот такая вкладка, и здесь у нас отображаются 6 плиток. Каждый из них имеет свои настройки. Есть разные плагины, мы их рассмотрим. Самый главный плагин, который отображает здесь контент, это Smart Post List. Давайте начнем с него, потом потихоньку будем рассматривать все остальные. Где-то на сайте, например, я хочу на странице Elementor выводить свои записи в красивом виде. Например, здесь. Вы должны понимать, у вас на сайте должны быть какие-то записи, чтобы вы могли видеть, что у вас что-то отображается. Вот даже на этом уровне, если я сохранюсь, пойду на сайт, обновлюсь, у меня уже, видите, выводится. Значит, слева последняя запись, огромный такой размер, и идут другие записи. Естественно, сейчас это некрасиво, это нужно все настраивать. К счастью, данный плагин у нас имеет русский интерфейс, вы это видите. То есть вот такие у нас есть вкладочки. Общая вкладка достаточно большая по настройкам. И название виджета. Если вы здесь что-то напишите, этот текст будет подставляться, видите, вот здесь выше. Можете что-то там написать. И, соответственно, текст заголовка для вот этого заголовка, да, какого уровня. То есть если это самый главный, самый первый заголовок, вы выбираете H1. Заголовок первого уровня. На самом деле, вот это вот уже SEO. Познание, вы должны понимать, что такое заголовки первого по шестой уровень. Я сейчас в этом уроке не буду об этом углубляться. Просто скажу, если это главный, основной заголовок, на вашем сайте он в самом верху, значит, вы выбираете H1. Если это где-то ниже, и H1 у вас уже есть на этой странице, то вы выбираете H2, ну, или любой другой ниже заголовок. H1 на странице только один раз обычно используют. Использовать несколько H1 на одной странице нельзя, иначе это будет плохо сказываться на SEO-оптимизации вашего сайта. То есть поисковые машины Google и Яндекс такое не любят. Следующее. Отменить первый пост как избранный. Вот избранный, вот этот пост, смотрите, если мы отключаем, он у нас отменяется. Ну, то есть нужен он вам, не нужен. Здесь вы можете его оставить сверху, слева, справа. Вот он, видите, вот эта главная картинка меняется. Я не хочу ее использовать, поэтому я... Вот сверху, кстати, как отображается. Дальше в контейнере. Простой. То есть это будет, вот она, полная картинка. Дальше вот пошли записи. Естественно, мы не настроили еще красиво, поэтому сейчас такие картинки здесь громоздкие. Дальше по настройке основного поста Full это полный вывод картинки, его размера, оригинального размера этой картинки. Ваши записи. Дальше вы можете уже выбирать там уменьшенный какой-то вариант. Не буду показывать основную запись. Будем настраивать именно отображение статей такого вида. Смотрите, дальше количество колонок. У нас изначально одна, если две вот так вот в две колонки, всего восемь, пускай будет одна колонка. Дальше количество рядов. Три. Если поставим один, то есть всего лишь одна выводится, пускай максимально можно сделать шесть. Ну вот так вот из всех рубрик у меня выводятся все записи, которые есть. Просто больше не добавил я. Миниатюру поста можем вообще как бы скрыть и будут выводиться оглавления, даты создания, описания. Естественно, миниатюру оставляем. И вот здесь вот тоже размер Full. Вот такой вот размер. Дальше сверху выводить изображение справа от текста или слева. И размер можем подогнать. Вот этот вид уже мне больше нравится. Видим, оглавление есть у меня статья, но там просто нет изображения. Пускай останется пока так. Мы с вами смотрим дальше, что здесь есть еще. Максимальная длина слов названия. То есть если ноль, чтобы показать полное название. То есть именно заголовок. Если вы здесь поставите, например, 5, то у вас, видите, будут заголовки обрезаться и будут автоматически. То есть обрезаться я поставлю ноль. Пускай будет ноль. Длина выдержки. Выдержка это краткое описание, вступление. Например, здесь поставлю 20. Видите, описание вмещается, большая часть описания в анонс, так скажем. На этом уровне, если вы еще не поняли, смотрите, если я обновлю страницу, пройду на сайт, обновлюсь. Это анонсы записи выводятся на страницы через Elementor. Я могу кликнуть по миниатюре, по заголовку, по дате. Видите? И просто перехожу. Давайте вот сюда кликну. Внутрь, так сказать, в развернутую запись WordPress. Которая у меня тоже уже настроена через Elementor Pro, то есть использование, так сказать, шаблонов Elementor. Возвращаемся, значит, к теме. Дальше окончание выдержки. При сохранении такие точки, вот они, вы можете их наблюдать, они у нас после разрыва, да, текст или заголовка ставятся. Что-то здесь заменить на точки, если хотите. Кнопка читать далее. Если включаем, появляется такая большая кнопка, которую мы тоже сможем настроить в отдельности. Даже написать вместо читать далее другое слово здесь. Я показывать ее не буду. Метод данной поста я скрою. Это дата публикации поста. Здесь, я думаю, это не обязательно. На ваше усмотрение, на самом деле. Показать категории поста. Если включить, тогда будут выводиться вот прямо на миниатюрах категории. То есть это рубрики, метки или форматы. Можно выбрать, я не вывожу. Это были общие настройки. Смотрите дальше. Запрос и средства управления. Дальше. Использовать как архивный шаблон. Не знаю, пригодится вам это или нет. Если включаем, то остальные опции прячутся. Если отключаем, есть дополнительные настройки. Использовать кастомный запрос. Это уже что-то для продвинутых пользователей. У нас записи не отображаются. Мы можем задать какой-то произвольный кастомный запрос. Есть ссылка «Генерировать кастомный запрос». По клику «Витя» у нас выскакивает страница с описанием на сайт разработчика, что можно сделать. Давайте вернемся назад. И вот у нас, смотрите, тип записи и страницы. То есть у нас есть возможность выводить страницы. Я вывожу записи. Запрашивать посты по категории. Все теги или ID. То есть вы можете указать, видите, укажите список идентификаторов, разрешенных записей, чтобы здесь отображались. Ну, в общем, такого плана настройки здесь. Я оставляю категории. Есть интересная опция «Смещение постов». Меняя значение, вы можете видеть, как посты меняются здесь. Я это у себя не использую. Дальше уже тоже для продвинутых пользователей, кто знает и использует в своих записях произвольные поля. Видите, «Фильтровать по кастомному полю». Здесь можно тоже как-то тонко настроить. Давайте дальше. Отображать фильтр по категориям. Выберите тип категории для фильтрации. То есть рубрики. Показать кнопку «Все». Что это дает? Когда мы ползунок вот этот переключаем в фильтр, у нас вот здесь появляются такие фильтры. Ярлык «Кнопка все». Это вот кнопка «Все» вот здесь. То есть кликом отображаются все посты. Давайте обновимся, посмотрим, как это на сайте выглядит. Если вам нужен такой фильтр использовать, вот смотрите, кликаю на Joomla, отображаются Joomla посты. Кликаю WordPress, WordPress посты. Кликаю «Все», отображаются все посты. Без рубрик. В общем, если вам нужен такой фильтр, можете здесь оставить. Я его отключу. Дальше можно выбрать, показывать ли постраничную пагинацию, выбрать дизайн стрелкам. Включить кнопку «Прокрутить» до последнего элемента. Кнопка наверх. И кастомные поля. Это если вы хотите, чтобы у вас отображались здесь же, рядом с миниатюрой, например, элементы произвольных полей. Если вы используете такие произвольные поля в своих записях. Здесь можно это все тонко настроить. Дальше вам останется разобраться с дизайном. Здесь много вкладок под каждый элемент. Я покажу лишь несколько. Например, вкладка «Пост». Всевозможные отступы. Дальше тип фона. Цвет, смотрите, миниатюру залитым. Можно задать прозрачность, чтобы сразу ваши миниатюры были залиты каким-то цветом. Это стандартно. Вот при наведении это было бы интересно. Например, при наведении, чтобы фотография немножко затемнялась цветом. Вот здесь это видно. Видите, я при наведении мыши на миниатюру фотография немножечко затемняется цветом. Вы должны понимать, что здесь просто надо посидеть. С дизайном здесь ничего сложного нет. И просто все настроить. Тем более здесь все на русском языке. Думаю, нет смысла вам здесь все разжевывать. Также, находясь здесь «Пост», вкладка, чуть ниже изображения вы можете найти текст поста «Цвет». К примеру, это у нас идет описание. Вы видите, оно стало красным. Описание поста. Текст поста. Название поста — это вот как раз заголовок. Вы видите, у нас по умолчанию зеленый цвет. Меняется это здесь. Не знаю даже, какой цвет взять. Давайте синий. Вот вы видите, синие стали заголовки здесь. Соответственно, типографика. Если размер побольше сделать заголовком, это все тоже здесь можно настроить. Давайте на этом уроке поставим паузу, чтобы не перезагружать. У нас еще остались в данном JetElements плагины касательно данной темы. Рассмотрим их в следующих видео. То есть в следующем видео будем смотреть видео-лист, плейлист, как с YouTube разместить на своем сайте. И остальные плагины от Krakablog. Субтитры сделал DimaTorzok